Азербайджан-латвийские отношения обсудим с нашим гостем, Расимом Мусабековым, депутатом парламента Азербайджана. Расим Алим, добрый вечер. Добрый вечер, Телли. Расим, ну вот сегодня Азербайджан-латвийские отношения в целом продолжают устойчиво развиваться и в благоприятном достаточно направлении. Вот как вы могли бы оценить уровень двухсторонних отношений между нашими странами? В целом очень много, да? Немало, точнее, общих сфер. Да, ну если исходить из экономических отношений, то их объем не очень велик. Ну с учетом того, что наша трубопроводная инфраструктура больше ориентирована на Южную Европу, а основной продукт экспорта Азербайджана это энергоресурсы, в этом смысле объем экономических отношений не такой уж большой. Ну у нас очень насыщенный политический диалог. Ну я сам хожу в группу дружбы, сотрудничества нашего парламента с Сеймом Латвии. И я хотел бы напомнить, что в прошлом году спикер нашего парламента с большой парламентской делегацией посетили, ну и все Балтийские республики, Эстонию, Латвию и Литву. И в этом смысле мы и как бы парламентский вклад в укрепление нашего сотрудничества осуществляем. И когда я говорю о политическом диалоге, я хотел бы просто напомнить о том, что во время 44-го дневной войны самую принципиальную позицию в отношении нашей вынужденной войны с Арменией заняла Латвия из Балтийских государств. И мы это высоко ценим. И в этом была большая работа и нашего посольства, азербайджанской диаспоры, но и тот высокий уровень диалога политического, который постоянно поддерживался с руководством Латвии. Я хотел бы напомнить, что и предыдущий президент Латвии, она является, входит в совет, является одним из сопредседателей международного клуба «Незамень». И это тоже показатель наших отношений. Ну и то, что сейчас на глобальный форум приехал президент Латвии по приглашению президента Азербайджана и одновременно совершил официальный визит в Азербайджан, это тоже часть вот того, скажем, идеолога политического и укрепления отношений, которые между Азербайджаном и Латвией есть. У нас, конечно, есть большой задел. И этот задел, ну, еще идет советского прошлого. И очень хорошо, что мы его поддерживаем, укрепляем. Латвия для нас важна не только сама по себе, но и как одно из государств Европейского Союза, в котором постоянно демонстрируется понимание позиции Азербайджана, тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Ну и есть программы Евросоюза, реализация которой идет через какую-то из стран. Так называемые твенинг-программы. И в этих твенинг-программах также Латвия, значит, ну, занимала в нескольких из них ведущие положения. Так что я думаю, что и этот визит укрепит диалог между нашими государствами. И я думаю, что будет содействовать тому, что и латвийские бизнес-круги будут иметь возможность продвигаться на рынке Азербайджана. Но я напомню, что, в общем, на Южном Кавказе самый большой платежеспособный рынок – это азербайджанский рынок. И с учетом того, что, ну, есть советское прошлое, и латвийские бизнес-круги лучше ориентируются на постсоветском пространстве, конечно же, азербайджанский рынок для них в этом смысле тоже очень привлекательный. Азербайджан, ну вот, а если взять гуманитарную сферу, то есть сегодня страны очень плодотворно взаимодействуют в этой сфере. И в последние годы, если так взять, наблюдается достаточно заинтересованность, да, азербайджанской молодежи именно в обучении латвийских вузов? Да, конечно, есть такая возможность. А с учетом того, что вообще у нас авиационные сообщения, есть авиационная компания «Балтия», она, в общем, осуществляет рейсы из Риги и в летний период особенно активно используется, а там, где есть хорошие, скажем, ну, авиационные сообщения, безусловно, это позитивный фактор для того, чтобы могли быть бизнес-круги и в том числе и студенты ездить, получать образование. Ну, кстати, образование и в советское время наше, так называемый, неконкурсный набор осуществлялся и в направлении Латвии, а сейчас, конечно же, привлекательность получения образования в стране, которая является членом Евросоюза, чьи дипломы, ну, являются конкурентоспособными, конечно же, для азербайджанской молодежи привлекательна. Хотя численность не такая же большая, ну, насколько я знаю, там, ну, около двух-трех сотен наших студентов в Латвии получает образование в хороших вузах. Спасибо, спасибо вам за ваш комментарий. Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана, к нам подключался. Спасибо. 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 Спасибо.